МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепло. О сюрпризах переменчивой весенней погоды смотрите в этом выпуске. Опасная инфекция под контролем. Специалисты-медики обсудили новые формы борьбы с туберкулезом. Конкурс среди школьных музеев. Тема патриотизма главная. Ну а теперь обо всем подробнее. Погодные сюрпризы по-прежнему остаются одной из излюбленных тем в беседах жителей Рязани. Наверное, уже многие горожане посчитали, что зима полностью покинула областной центр. Но нет, начало нынешней недели ознаменовалось приходом холодов и снегопадом. Подробнее о погодных перспективах в сюжете Натальи Новиковой. Весна становится короче с каждым годом, сообщает портал Discovery News. Причиной сокращения сезона на 30 секунд минуту ежегодно являются астрономические особенности. По прошествии времени весна будет все больше и больше уступать лету, а зима – осени. Временной сдвиг станет заметным спустя тысячелетия. Например, самой короткой станет весна 8680 года – 88 с половиной дней, что почти на четыре дня короче, чем текущая весна. А в этом году весна официально началась в день весеннего равноденствия – 20 марта в 13.45 по московскому времени. Казалось бы, что все, зима уже не вернется. Но преждевременно списанная со счетов в конце минувшей недели она напомнила о себе зарядами снега и дневным минусом. А вот середина недели вновь порадует апрельским теплом. 25 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедится. Ветер ночью 25-го порывистый местами, температура воздуха по области – 0,5, в Рязани – 2,4 градуса, днем – 5,10, в Рязани – 6,8 градусов. 26 марта ожидается переменная облачность, местами по области возможны небольшие осадки. На дорогах местами гололедится, ветер восточно-умеренный. Температура воздуха ночью по области – 4, плюс 1 градусов, в Рязани – 0, минус 2. Днем по области – 2, плюс 7, в Рязани – 5, плюс 7 градусов тепла. 27 марта и ближе к выходным наш регион окажется на западной периферии мощного антициклона. Ожидается порывистый ветер, а ночью сохранится отрицательная температура – минус 2, минус 7, а днем – вполне теплые – плюс 2, плюс 7. А вот осадки в выходные обойдут нас стороной. В общем, типичная мартовская нестабильность проявляет себя во всей красе. Но на то она и весна, холод и тепло еще борются, но, как правило, последнее слово – за теплом. Тем более, что наши желания и прогнозы, конечно, за тепло. На сегодняшнем заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал ряд поручений по вопросам развития микрорайона Солочи. Глава региона отметил, что в Солочи остается много нерешенных вопросов, в том числе и по застройке. Однако это по-прежнему излюбленное место отдыха жителей Рязани и области. Я прошу главу администрации города Рязани, Булейкова Олег Евгеньевича, первое – обеспечить проведение инвентаризации всех земельных участков на предмет их целевого использования. Это раз. Второе – провести инвентаризацию всех строек, ведущихся в Солочи, и проверить, насколько они отвечают нормам действующего законодательства и правилам застройки этой территории. Третье – принять необходимые меры по устранению нарушений в случае их обнаружения. Если для этого потребуется принять дополнительные нормативные акты, то я прошу Рязанскую городскую думу быстро рассмотреть и принять эти нормативные акты. Министерством строительного комплекса, Министерству культуры и туризма, Главному управлению архитектуры и Госстроенадзору необходимо оказать содействие в выполнении поручений, которые я сейчас дал главе администрации. Стало известно, что со вчерашнего дня на Рязанской телебашне начались профилактические работы. Сейчас специалисты монтируют оборудование для улучшенного приема и передачи радиосигнала. Но предупреждают, что во время этих работ днем периодически трансляция телеканалов будет прерываться. С начала и до конца текущей недели областной передающий центр приостановил работу эфирного теле и радиовещания с 9 до 16 часов. Связано это с работами по установке нового антенного оборудования. Так что в скором времени рязанцы смогут услышать абсолютно новые радиостанции. Мы в этом году реализуем ряд проектов по развитию радиовещания. Предполагается, что в Рязани появится радиостанция «Новая радиодача». Далее вторая радиостанция «Дети-ФМ». И ВГТРК, каналы «Радио Россия» и «Маяк» планируют перевести в европейский диапазон так называемый «ФМ». Соответственно, вот эти два проекта. И будет еще новая радиостанция ВГТРК «Вести-ФМ». Предполагается, что эта работа будет выполнена, часть работы будет выполнена в течение этой недели. И вот то, что будет сделано на этой неделе, с сегодняшней, заканчивая пятницей, позволит организовать трансляцию радиостанции «Радиодача». Ремонтные работы пройдут и на Северном обходе. Там рязанские дорожники предупреждают о закрытии на две ночи недавно построенного разводного моста. На две ночи в Рязани будет перекрыто движение по Северному обходу. Техническое обслуживание механизмов разводного моста через реку Трубеж станет причиной закрытия дороги. Такая информация появилась на сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Дорожники сообщают, что движение будет закрыто с 11 часов вечера 24 марта до 5 часов утра 25 марта, а также на такой же промежуток времени в ночь с 25 на 26 марта. А рязанские дорожные полицейские сообщают подробности о автоваре со смертельным исходом, произошедшими за вчерашний день. 23 марта на 22-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин в результате ДТП погибли два человека. 20-летний водитель, житель города Рязани, управляя автомобилем «Форд Куга», двигаясь со стороны города Рязани, в сторону города Новомичевинск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 7-й модели, которым управлял 59-летний житель города Рязани. В аварии погибли водитель «Жигулей» и его 60-летняя спутница. Еще одно страшное дорожное происшествие произошло на трассе М5 «Урал». 25-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения прямиком под КАМАЗ, которым управлял 26-летний Рязанец. В результате дорожно-транспортного происшествия супруги, которые являлись пассажирами легкового автомобиля, скончались на месте происшествия. Их дочь, 7-летняя девочка, с травмами доставлена в больницу. В салоне автомобиля она перевозилась без детского удерживающего устройства. Водитель «Лада Приора» также доставлен в Шиловскую центральную районную больницу. Во вторник утром в областном центре также произошло немало аварий. Не страшных, скорее неприятных для владельцев пострадавших авто. То ли погода негативно влияет на автомобилистов, то ли водители поторопились со сменой зимней резины на летнюю. Как бы там ни было, будьте аккуратнее. Миграционное законодательство с начала этого года значительно ужесточилось. То есть стало строже по отношению к его нарушителям. А такие нежелательные для пребывания на территории России граждане периодически обнаруживаются органами правопорядка. Рязанские полицейские на регулярной основе проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства. В 2014 году сотрудниками полиции на территории области было выявлено и пресечено более полутора тысяч подобных нарушений. Ну а с начала текущего года уже было выявлено более трехсот таких правонарушений. Сами мигранты при этом привлекаются к административной и уголовной ответственности. Участковыми полномочиями отрабатываются административные участки, в ходе которых также выявляются данные виды правонарушений. Полицейские осуществляют меры по контролю за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства на территории Рязанской области как в ходе совместных рейдов с сотрудниками регионального управления Федеральной миграционной службы, так и в рамках повседневной работы. Нередко жители региона сами сообщают сотрудникам полиции о местах так называемого компактного проживания иностранных граждан и о совершаемых ими правонарушениях и преступлениях. Хотелось бы обратиться к гражданам Российской Федерации, что не следует ставить на учет по месту жительства иностранных граждан, которые не будут там проживать. То есть эффективная постановка на учет. За это предусмотрена уголовная ответственность. Рязанские полицейские накануне задержали злоумышленников, которые подозреваются в разбойном нападении на предпринимательницу. Причем грабители напали на женщину буквально в центре города, прямо перед бизнес-центром на улице Татарской. Злоумышленники, угрожая ей пистолетом, отобрали сумочку, в которой была крупная сумма денег. Затем мужчины сели в припаркованный рядом автомобиль и скрылись. Выяснилось, что в тот день предпринимательница получила крупную сумму наличными для расчетов с поставщиками. Деньги женщина держала в сумочке и за пару минут до нападения вышла из своего офиса, чтобы в соседнем здании пополнить счет на мобильном телефоне. Когда она возвращалась в офис, над нее напали вооруженные незнакомцы. Пятерых злоумышленников полицейские задержали по горячим следам. Старшим из подозреваемых 30 лет, младшему 19. У них изъяли травматический пистолет и похищенные деньги – более полумиллиона рублей. В настоящее время задержанные, взятые под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным грабителям грозят теперь длительные тюремные сроки. И возможно, что в местах лишения свободы им придется столкнуться с опасной и по-прежнему считающейся тюремной болезнью, а именно туберкулезом. Сегодня отмечается день борьбы с этим опасным инфекционным заболеванием. А вот накануне специалисты-медики обсудили новые формы борьбы с этой опасной заразой. Рязанская область достигла лучших результатов за 20 лет в борьбе с туберкулезом. Об этом объявили на пресс-конференции в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник 23 марта, накануне Всемирного дня борьбы с этим заболеванием. В частности, за последние пять лет заболеваемость снизилась на 33,7%, распространенность на 34%, смертность более чем в два раза. За последние 15 лет не было ни единого случая детской смертности. Также улучшились показатели по профилактическим осмотрам. Доля проходящих флюорографию приближается к нормативным 70%. А ведь именно семь из десяти больных выявляются именно при таком обследовании. Начальник отдела Министерства здравоохранения Рязанской области Татьяна Есенина подчеркнула, что основным учреждением в регионе, чья деятельность направлена на борьбу с туберкулезом, является областной клинический противотуберкулезный диспансер. Проф. Обследование населения в области проводится с помощью 43 флюорографических установок, из них 40 цифровые. К сожалению, до сих пор далеко не все научились заботиться о своем здоровье, а ведь и делать прививки и проходить ежегодное флюорографическое обследование не так уж и сложно. Туберкулез на ранних стадиях, он излечил, и есть возможность оказать медицинскую помощь. А на другую чашу, мизерная и эфемерный вред от этого исследования, то выводы разумный человек сделает. Но вот нам нужна еще и ваша помощь о необходимости проведения своевременного профилактического обследования. В настоящее время в области имеется 1051 больной туберкулезом, наиболее неблагополучной по показателям заболеваемости территории Сараевского, Петелинского, Старожиловского и Кадамского районов. А десятая часть выявленных случаев туберкулеза в Рязанской области на счету мигрантов. Всемирный день борьбы с туберкулезом призван в том числе и привлечь внимание общества к этой социальной болезни, донести информацию о методах защиты от нее. Ведь несмотря на то, что сейчас картина заболеваемости в нашем регионе выглядит наилучшим образом, никогда не стоит забывать, что если предупрежден, значит вооружен. Мы не можем говорить только о том, что у нас все хорошо. Если мы только будем об этом говорить, то мы можем упустить важные вещи и ослабить свое внимание, а туберкулеза этого никогда не прощает, и он может опять поднять голову. Ну а теперь к более приятным известиям. В Музее молодежного движения сегодня прошел конкурс активистов школьных музеев. Он приурочен, конечно, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно весенние каникулы в Музее истории молодежного движения проходит конкурс в рамках Всероссийской недели «Музей и дети». Сегодняшний конкурс посвящен 70-летию Победы. Участвовать в конкурсе приехали Школьные музеи боевой славы из 19 городов и районов Рязанской области. Всего около 100 детей. В основе собираем данные у нас очень много людей, которые сами нам рассказывают, тем более учителей. У них отцы, деды воевали. И очень много у нас было раньше, жили у нас именно ветераны войны. Сейчас все уехали или уже погибли. Ну и, в принципе, мы просто ходили к ним, узнавали, они нам все рассказывали. И вот так вот собирали данные. Ну, у самого прадедушка воевал. Я, конечно, о нем не очень много знаю, но советские войны внесли большой вклад в победу. И, по-моему, это очень достойно рассказывать про них, говорить про своих односельчан, рассказывать другим людям, которые о них не знают, чтобы память о них распространялась. Программа конкурса предусматривает проведение трех творческих номинаций. Виртуальные экскурсии по музею, судьба человека, творческий конкурс «Экспромт», основанный на знании истории Великой Отечественной войны. То есть вот то, что подготовили дома, домашнее задание, очень хорошо. «Экспромт», хотя потому что как бы о войне в школе говорят с сентября, год юбилейный, а может быть даже еще с мая прошлого года, да? Ну вот, собственно говоря, знание плоховато. Я не думаю, что это вина педагогов, я не думаю, что это вина, в общем-то, детей. Ну, наверное, знаете, вот кажется, иногда, понимаете, мы от информации просто абстрагируемся. Вот похоже, что это. Это, конечно, жутко. Страшно, в эту забывать нельзя. В составе жюри работают профессиональные музейные работники. Именно они выявят лучших юных музееведов. Но еще одна очень интересная номинация – «Судьба человека», который как раз и показал, вот насколько проникновенно дети, активисты этих самых школьных музеев, обращаются к отдельной биографии. Или биографии односельчанина, или биографии человека, который так или иначе связан с этим школьным музеем. Но особенно пронзительны были выступления тех детей, которые рассказывали о своих прадедушках, прабабушках. И на этом наш новостной выпуск подошел к концу. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет заместитель главного врача областного противотуберкулезного диспансера Елена Долженко. И в беседе продолжится тема борьбы с туберкулезом. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин